Здравствуйте! Нам не дано предугадать, как наше слово отзовется, сказал поэт и был безусловно прав. С поэтами вообще лучше не спорить. Они живут в иных измерениях и видят куда дальше, чем обычные обыватели. К поэтам надо прислушиваться, особенно тем, кто постоянно на виду. Это я о чиновниках и политиках всех масштабов и мастей. Бывало, послушаешь какого-нибудь официально уполномоченного деятеля и задумчиво чешешь затылок в попытках отыскать среди бурного потока сознания рациональное зерно. Есть, конечно, среди депутатов и чиновников великолепные ораторы и афористично мыслящие люди, но таких единицы. Блестящее высказывание Виктора Черномырдина давно ушли в народ. И хотели как лучше, и какую партию не строй, все равно КПСС получается. Это уже народные фразы. Есть люди, намеренно эпатирующие публику. Жириновский, например. Помните его высказывание про умственные способности уральцев? Забыли и правильно. Ну и наши местные политики и чиновники в тренде, как говорится. Вспомним хотя бы Илью Гафнера, надо меньше есть. Или Евгения Ройзмана, грязь в душе. Или министра ЖКХ Николая Смирнова, который не по-детски жег возбестие на встрече с жителями. Мы об этом рассказывали, не будем повторяться. А изумил всех недавно глава советского района Улан-Удэ Алексей Тулонов. На планерке в мэрии, где обсуждались вопросы санитарного состояния бурятской столицы и забилущей бомжами, Тулонов блеснул креативом и предложил бомжей увезти за город в вольеры на три дня. В наш век интернета и соцсетей эта фраза мигом стала достоянием общественности. В бурятии будут бомжей в клетки запирать? Шум поднялся неслабый. Вполне возможно, что сам Тулонов просто крайне неудачно пошутил. Но проблем своей администрации принес немало. Слово серебро – молчание золото. Промолчишь – за умного сойдешь. Так говорят в народе. И эти истины для чиновников, которые и так в народной любви не купаются, должны стать прописными. В противном случае роль вечных мишеней для критики им гарантирована. Не умеешь говорить – шпарь по бумажке. Скучно, конечно, зато безопасно. И вообще, расширяйте кругозор, читайте классику и от винта.